Лавра 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 и удалился в добровольное изгнание. Через полтора года Цицерон был милостиво возвращен в Рим. Оратор говорил, «Мне кажется, что я не только возвращаюсь из изгнания, но и восхожу на небо». Разменяв шестой десяток, Цицерон предпочел общественной деятельности литературную. Он жил на вилле за пределами Рима и писал труды по теории государства, красноречию и философии, о законах, гортензии, тускуланские беседы. Подводя итог своей жизни, которая была чередой взлетов и падений, Цицерон говорил, «Каждому человеку свойственно заблуждаться, но упорствовать в заблуждениях свойственно только глупцу». После смерти Гая Юлия Цезаря в марте 44 года до н.э. Цицерон снова вернулся в Рим, чтобы произнести свои речи Филиппике против Антония, стремившегося захватить власть. Цицерон заявлял, «Диктатор умер, а диктатура жива. Я готов жертвовать собой ради защиты республики». Он полагал, что ему предстоит вторично спасти государство. Но на сей раз речи великого оратора не повлияли на политическую ситуацию. Кроме того, дерзкий выпад против набиравшего силу правителя имел фатальные последствия. Цицерон попал в проскрипционные списки. Ему грозила смерть. Пытаясь спастись, 63-летний Цицерон укрылся на своей вилле в Каете. Но его настигли посланные Антонием убийцей. 7 декабря 43 года до н.э. голову Цицерона выставили в Риме на форуме, около той самой кафедры, с которой он много раз произносил свои знаменитые речи. До наших дней дошли многочисленные судебные речи и письма Цицерона, его трактаты по риторике, политике, философии. Многие поколения юристов от древности до наших дней изучали произведения гениального римского оратора первого века до н.э., который говорил «Нас кунтур поэте филунт ораторес» Поэтами рождаются, ораторами становятся.